Здравствуйте, с вами Ермолина Татьяна и это прогноз для вас, Овны, на февраль 2019 года, в котором я расскажу о том, что ждет ваш знак, какие тенденции на небе существуют и чем они могут для вас обернуться, какой проблемой или наоборот какой-то выгодой. Итак, ваш управитель планета Марс в этом месяце меняет знак. Ровно половину месяца она находится в знаке Овна и вторую половину месяца она находится в вашем знаке, а вторую половину месяца находится в знаке Тельца. Поэтому первая половина месяца, ну в общем-то, наиболее активная, наиболее результативная и наиболее непростая для проживания. Вторая наоборот, примерно где-то с 14-15 числа у вас начинается очень спокойный период, когда ваш управитель, перейдя в знак Тельца, не делает никаких особо значимых аспектов. И, собственно говоря, это говорит о том, что с одной стороны вы можете реализовывать все, что задумали, потому что вроде ничего не препятствует, но с другой стороны ничего и не способствует тому, чтобы вы реализовывали это, например, более успешно, более мобильно и так далее. То есть получается, что вторая половина месяца вот прям дана вам на откуп. Насколько вы ответственны, замотивированы на решение тех или иных вопросов, ну можно, в общем-то, пролежать на диване, ничего не поделать. И полфевраля, ну вот, уйдет просто так. Но первая половина февраля все равно, так или иначе, побудит вас действовать. И начнется все еще в самом начале этого месяца, потому что уже второго числа ваш управитель будет в квадрате с планетой Плутон. А это один из самых сложных аспектов, пожалуй, которые существуют между личной и социальной планетой, потому что и Марс и Плутон отвечают за агрессию, и Марс и Плутон отвечают за динамику. Они обе планеты, которые отвечают за трансформацию и травматизацию любого свойства, отвечают за такой вот напор, за необходимость действовать. Конечно, квадрат между ними – это аспект и конкуренции, и конфликта одновременно. Поэтому явно, что уже в самых первых числах февраля, а скорее всего ситуация может развернуться уже в конце января, вы встретитесь с тем, что станете участником, активным участником, возможно, даже инициатором каких-то достаточно непростых ситуаций, конфликтных ситуаций, которые связаны с конкуренцией, которые связаны с необходимостью борьбы за власть или необходимостью борьбы с людьми, с группой людей, которые на вас активно воздействуют, пытаясь у вас, например, отнять какую-то свою свободу, отнять у вас возможность инициативы своей проявлять. В общем, покой вам только снится в первые несколько дней. Но квадраты – очень неплохое время, особенно так, как вы вообще знак, который хорошо реагирует на квадраты, потому что вы знак вызова, и квадрат – это для вас такая энергия очень знакомая, такая вот близкая вам. Вы легко реагируете на квадраты, вам легко здесь что-то сделать спонтанно, но достаточно эффективно. Поэтому, с одной стороны, борьба, и к ней надо приготовиться, что все будет не так просто, но с другой стороны, есть именно в вашем случае такая вот тенденция к тому, что через эту борьбу вы получите нечто совершенно большее, на что вы рассчитывали. Так что идите вперед. Но, конечно, здравый смысл не отменяется, если вы понимаете, что силы совершенно не равны, то есть необходимость отступить, потому что квадрат, конечно, так или иначе, может очень активно ударить по вашим делам, а то и по вашему телу. Это еще и аспект травматизации, поэтому некоторые из вас могут встретиться с травмами, сами себе их причинить, кто-то их вам может причинить. Марс-квадратик Плутону склоняет ситуацию в сторону того даже, чтобы какие-то хирургические вмешательства были. Так что будьте аккуратными в это время. Сразу после этого квадрата происходит аспект хороший между планетой, отвечающей за коммуникацию, за передвижение, за общение, за создание знакомств, и вашим управителем. Между ними такой теплой, мягкой энергии секстиля. Это говорит о том, что легко будет договориться. То есть да, будет период борьбы, будет период такого непонимания, конкуренции, жестко все будет. Понятно, что там еще и козерожья энергия, вот Марс-квадрат Плутон. Но потом, примерно с 6-го числа, а может даже с 5-го, начнется постепенная такая оттепель, улучшение ситуации, и уже можно будет рассчитывать на то, что, в общем-то, если силы были неравны, и вы понимаете, что вы в проигрыше, то можно уже договариваться. Но здесь договоренность, конечно, желательно, чтобы вы показывали, что вы очень хотите договориться, потому что вроде как при секстиле, то под лежачий камень вода не течет. Энергия есть, возможность есть, но ее человек видит только в том случае, если он достаточно открыт к новому, достаточно открыт к альтернативам. Если нет открытости к альтернативам, если человек смотрит ровно так, и у него нет ни право, ни лево вот этого обзора, то получается, что, скорее всего, энергия, ситуация там, она не видна, и человек теряет эту возможность ее использовать. И в середине месяца, примерно с 10 по 15 число, есть соединение между Марсом и Ураном. Это время, как раз, о котором я говорила даже в общем прогнозе, и говорила о том, что 5 февраля, когда будет Новолония, которая заканчивает, собственно говоря, коридор затмений, уже будет сближение между Марсом и Ураном. Конечно, то есть мы еще до Демысея, еще до 10 примерно февраля уже будем эту энергию чувствовать, и вполне возможно, она где-то в районе 5 февраля первый раз проиграется, когда еще будет идти этот сложный аспект между Марсом и Плутоном. И тогда какие-то совершенно неожиданные ситуации могут произойти. Ну вот, как я уже говорил, по ощущениям очень-очень такие конфликтные, поэтому берегите себя с одной стороны, с другой стороны, но пользуйтесь моментами, если момент то, если он тот самый, который вы ждали. Но точно это с очевидностью проиграется еще и в период с 10 по 15 число, это соединение, когда оно будет точно. Это время, когда вы можете предпринять нечто новое, когда надо начинать новые дела. Вот при том, что знаете, как хорошо, что это происходит прямо на переходе из овна в телец, потому что телец – знак фиксированный, это знак, собственно говоря, трудоемкий. Он не любит делать огромное количество работы в небольшую единицу времени, но зато это один из самых выносливых знаков. Даже с точки зрения физики, если у человека сильный телец, это уже может говорить о том, что человек, особенно если, кстати, этот телец каким-то образом связан с Первым Домом, то есть непосредственно с физическими ресурсами этого человека, то это уже говорит о том, что человек может ощутимо другой силой по отношению к окружающим обладать, я имею в виду физической. Так что, но и если мы говорим просто о том, чтобы прилагать усилия, то усилия, приложенные на Марсе в телеце, они чем хороши, тем, что они постоянные. Это такая вот постоянная энергия, которая в каждый момент времени отдаёт от себя одно и то же количество себя же. И получается процесс вроде растягивается, вот как бы вы знак не терпеливый, и вам хочется всё быстро. Но так не получится во второй половине месяца. Нет, всё будет достаточно медленно. Но тем не менее, вот это соединение Марса с Ураном в самом конце Овна, при переходе его в телца, говорит о том, что вы можете начать какой-то процесс, вот импульс, первоимпульс будет ещё в вашем знаке, при как бы сильном вашем управителе, при выделенном положении Урана, потому что, конечно, Уран в Овне – это особый случай. Это особый случай. Мне кажется, что энергия-то похожа у Овна и Урана, хотя в классической западной астрологии Овен не является каким-то выделенным знаком для планеты Уран. Тем не менее, я вижу, что выделенность – это явно есть. Энергии, они, конечно, прям там… Уран на этой энергии стреляет. Выстрелит что-то, планируйте новое, что-то должно произойти, и тогда уже во второй половине месяца вы себе создадите возможность постепенно это реализовывать, никуда не торопясь уже, ни с кем уже не воюя, ничего уже особо не опасаясь, просто уже идти пошагово для того, чтобы подойти до своей основной цели. Такая ситуация у вас в этом феврале. Я желаю, чтобы этот февраль был действительно для вас продуктивным, чтобы в нем было много побед, которые вы так любите. Ну и, конечно, осталось место для отдыха, время и место для отдыха. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова